Берег левый, берег правый Путь предстоял неблизкий и небезопасный, поэтому ходоков снаряжали всем селением. На четырех жирных, весной отелившихся молокарниц, навьючили мешки с товаром. Из подземных складов извлекли оружие, старинное, дедовское, не видевшее света со времен последней войны. Длинные копья с острыми из кости хоботаря наконечниками. Каменные топоры с гнутыми резными рукоятями. Метательные стрелы в кожаных колчанах и тыквенную бутыль с запасом ехиднового яда, делающего эти стрелы смертоносными. Косарь взял себе самое длинное копье и приторочил к поясу топор. Теперь он выглядел грозно и внушительно, под стать возглавляемой им важной миссией. Предстоящее дело было сложным и крайне ответственным. Косарь гордился, что торги с обезьянами доверили ему в знак признания его рассудительности и отваги. Он и попутчиков выбрал лично, самых сильных и мужественных сородичей из тех, которых знал. «Обезьяны хитрые и коварны!» — напутствовал косаря старый сеятель. «Верить им на слово нельзя! Будьте мудры и изворотливы! Не позволяйте обезьянам перехитрить и обмануть вас! Все, ступайте!» Косарь склонил в знак послушания голову, затем вытянул хворостиной головную молокарницу и процессия тронулась. За окраину селения выбрались с первыми солнечными лучами и двинулись вдоль поля по опушке. Зерновики уже начали колоситься. Лето выдалось хорошим, теплым и дождями побаловало. Урожаи ожидали обильного, сытного, достаточного, чтобы зиму прожить в довольстве. Косарь внезапно сбился с ноги. В довольстве, как же, пришли невеселые мысли. В любой день может начаться большая война. Лесовики обнаглели. Их отряды то и дело переправляются на узких смоленых ладьях на правый берег. Нападают на прибрежные селения. Грабят подземные склады. Бывает и до смертоубийства доходят. Мир, заключенный с лесовиками пятьдесят зим назад, трещит по швам. Старосты многих селений склоняются к войне. Итого Иглиди объявит ее на совете старост. К полудню поля закончились. Ходоки свернули в перелесок, пересекли его и вышли к мосту. Теперь до самого стойбища обезьян предстояло двигаться вдоль берега и держать ухо востро. Земли за мостом начинались необжитые. Лес подступал к самой воде, и хищников в нем хватало. Копьезуба одного хотя бы взять. Охотится, правда, копьезуб ночью, но вполне может напасть, если его дневной сон невзначай потревожить. Также может вымахнуть из чищобы стая когтерей. У них как раз начинается гон. А когда гон, осторожные трусоватые когтери становятся опасны. Ну и кто знает, не перебрались ли на правый берег ниже по течению лесовики и не сидят ли сейчас в засаде. Там, где река выходит из ущелья и становится спокойной, переплыть ее на быстрых ладьях – дело нехитрое. Мост охраняли. С обеих сторон, хотя с правого берега, прячущейся в чаще пост лесовиков, видно не было. Был мост подвесной, из гибких и прочных прутьев лазовника. Сооружали его давно, полста зем назад, сразу после того, как ушли плохие обезьяны, и наступил мир. Старый сеятель еще помнил те времена и рассказывал, как полевики сватали молодых лесовичек на ярмарках по обе стороны моста. Ярмарки, однако, давно уже в прошлом, и мира с лесовиками больше нет. Истончился мир, переродился, и теперь лишь вопрос дней, когда он обернется войной. И кому в ней праздновать победу, во многом будет зависеть от того, как сложатся торги с обезьянами. Если, конечно, эти торги состоятся. Разведчики следили за обезьянами давно. С того самого дня, как их извергла из чрева спустившаяся с небес обезьяня матка. Было обезьян две. Одна большая, здоровенная и лысая, другая ей по плечо, тощая, вертлявая и лохматая. По словам разведчиков, выходило, что обезьяны хорошие, смирные и не опасные. Не чита тем давним, которыми матери пугали детенышей, и которые убивали что полевиков, что лесовиков без разбора. Прожигали их насквозь, из плюющихся огнем палок, и сдирали с убитых шкуры. Однако разведчики разведчиками, но что обезьяны умеют обманывать и лицемерить, известно всякому. С отцовских слов известно, а тем с дедовских. К обезьянему стойбищу вышли, когда солнце начало уже закатываться за левобережные холмы. Раскинулось стойбище в речной излучине, было оно огромным, в сотню раз больше любой, даже самой просторной хижины. Уродливая, разлапистая обезьянья матка застыла в двух сотнях шагов от стойбища и была, по всему суде, мертва. По крайней мере, по словам разведчиков, выходило, что матка недвижима с того самого мгновения, как, выполнив свою детородную функцию, затянула чудовищную дыру в чреве. «Переночуем на опушке», — решил косарь, — «а торги откроем с утра». Ходоки разгрузили молокарниц, привязали их к стволу могучего древнего широколиста и принялись устраиваться на ночлег. «Бойзно мне», — поделился с косарем хлебодел перед тем, как улечься. «От обезьян жди беды, поди знай, что у них на уме». Косарь не ответил. Ему тоже было не по себе. Алекс проснулся от гремевшего на всю станцию механического голоса. Принадлежал голос Гранту, роботу-защитнику, за ненадобностью частично демонтированному и переведенному в стационарный режим. «Внимание!» — щедро расходовал децибелы Грант. «Всему персоналу!» Группа теплокровных существ пересекла внешнюю границу подконтрольной территории и движется к станции. «Повторяю!» — всему персоналу!» Алекс вскочил и, бронясь с просонья, принялся одеваться. Лишь когда влез в брюки, он сообразил, что они с Моррисом не на палладе, где приближение теплокровных наверняка означало атаку панцирных паук и ящеров, а на мирные и спокойные вредики. Атаковали здесь разве что стаи мышкары, способные в худшем случае вызвать неприятный зуд в местах укусов. «Поторапливайся, пожалуйста!» — подбодрил из коридора Моррис. «К нам тут настоящая делегация!» «Сурки!» — уточнил Алекс, застегивая комбинезон. «Ну а кто же еще? Они самые, только бы не спугнуть!» Сурками называли аборигенов, хотя на грызунов те были похожи лишь внешне и ни под одну земную классификацию млекопитающих не подпадали. Передвигались аборигены на двух конечностях, ростом были взрослому человеку по пояс и щеголяли десяткам расцветок от темно-бурой до пепельной. «Алекс, пожалуйста, поскорее!» — занервничал Моррис. «Они уже на подходе!» «Ничего, чай не баре, подождут!» Алекс спрыснул репеллентом на голобритую голову, козырьком назад нацепил на нее кепку и выбрался в коридор. Вдвоем с Моррисом они подхватили громоздкий двухпудовый транслятор и потащили его на выход. Сурков оказалось пятеро. В поводу они вели четырех навьюченных молочных животных, смахивающих на гибрид коровы со свиньей. Возглавлял процессию рослый индивид — рыжий, осанистый, с мощными верхними конечностями, копьем на плече и топором за поясом из чешуйчатой кожи. «Приветствую вас, друзья!» — Моррис подключил транслятор, мгновенно разразившийся неприятным скрипучим визгом. «Рады вас видеть! Меня зовут Моррис, это Алекс. Присаживайтесь, располагайтесь. Как поживаете, как здоровье, как...» «Ты еще раз шаркайся!» — отстранил Морриса в сторону Алекс. «С ними проще надо!» — буркнул он. «Здорово, парни! Чего притопали?» Хлебодел с садовником расстелили на земле покрывало из кривоклювного пуха и принялись вываливать на него содержимое мешков. «Красноплоды отборные!» — комментировал опасливо косясь на говорящий ящик косарь. «Сладкие, сочные. Ягода зеленика. Она, наоборот, кислая и вяжет рот. Грибы пыхари, грибы водопьяны, грибы раскидаи, орехи». Лысый обезьян Алекс придирчиво осматривала товары и трубила ртом лохматой обезьяне Моррису. Одновременно трубила говорящий ящик. Косарь догадывался, что ящик рассказывает обезьянам то же, что и он, только на обезьянем языке. Однако, как именно ящик это проделывает, оставалось неизвестным. Когда выложили весь товар, косарь замолчал. Лохматый обезьяна Моррис тут же затрубил ртом. Через мгновение щелкнул и заговорил на языке полевиков ящик. «Это все прекрасные вещи, друзья», — сообщил ящик. «Просто, можно сказать, замечательные и наверняка съедобные. Однако, позвольте узнать, что бы вы хотели взамен. Мы, конечно...» Ящик внезапно умолк и одновременно захлопнула рот лохматой обезьяна Моррис. Через мгновение, однако, ящик заговорил вновь на пару с лысой обезьяной Алексом. «Короче, парни, что хотим за все это барахло?» Косарь понял, что наступает решающий момент. Обе обезьяны явно заинтересованы в торгах. Лохматая не скрывает своей алчности, а лысая грубит, чтобы сбить цену. И обе почему-то спешат, хотя впереди весь день. А торги, как известно каждому, дело обстоятельное. Косарь приосанился, оперся на копье и приступил к вступительной части. «Очень-очень давно», — поведал он, — «когда я еще не родился на свет, а мой отец был детенышем, на нашу землю пришли обезьяны. Их родила огромная, упавшая с неба матка. Это были злые обезьяны и свирепые». Эвредика, четвертой отсветила планеты системы Эпсилон-Индейца, была обнаружена научно-исследовательской экспедицией полсотни лет назад по местному исчислению. Первыми, однако, на планету высадились не ученые, а гораздо более оперативные браконьеры. О бойне, которую они на Эвредике устроили, на Земле потом говорили как об одном из самых страшных актов вандализма за всю историю человеческой цивилизации. За горжетки, пелерины и шубы из сурочих шкур платили баснословные деньги. Хлынувшие на планету любители легкой поживы за год истребили половину коренного населения. И, несомненно, истребили бы и оставшуюся, не опомнись на конец военные. Браконьеров взяли к ногтю, а Эвредику незамедлительно объявили заповедником и зоной, свободной от земного присутствия. Орбитальные сторожевые спутники перекрыли доступ в стратосферу, и четыре десятка лет на планету не ступала нога человека. Первые станции, лаборатории и базы появились лишь со сменой двух местных поколений. Свидетелей истребления на Эвредике осталось немного. Память о злодействах полувековой давности поугасла, и появилась надежда начать отношения с местной цивилизацией с чистого листа. За десять лет, впрочем, существенных успехов добиться не удалось. На контакт аборигены шли неохотно, вселения пришлых не допускали и держались отчужденно и настороженно. «То были плохие обезьяны», — подтвердил Алекс. «Очень жестокие, очень злые, но их больше нет. Валяй дальше, дружище». «Плохие обезьяны убивали полевиков», — неспешно продолжил абориген. «И лесовиков убивали тоже». Потом, когда плохие обезьяны ушли, полевики и лесовики стали жить в мире и прожили в мире много зим. «Так-так», — подбодрил Алекс. «Ты полевик, правильно я угадал?» «Но прошли зимы», — проигнорировал вопрос визитер. «И лесовики забыли мирные клятвы. Они злые и ленивы. Они не трудятся на полях, а пропитание добывают охотой. Лесовики убивают, чтобы жить, и дни проводят в праздности, а полевики, чтобы жить, трудятся и возделывают землю. «Крайне интересно, друг мой, крайне», — встрял Морис. «Значит, получается, что у вас, так сказать, назревает конфликт? Продолжайте, пожалуйста, мы внимательно слушаем». Время шло, и лесовикам стало не хватать пищи. Тогда они решили, что могут отобрать ее у нас. Они стали нападать на наше селение и грабить, а если кто сопротивлялся, убивать. С каждой новой зимой они нападали на нас все чаще, редко какое селение беда обошла стороной. Так продолжалось до тех пор, пока терпеть нам стало больше не в моготу. «Будет война, большая война, и много народу по оба берега погибнет, и жены станут вдовами, и детеныши потеряют отцов». Алекс переглянулся с Морисом. «Воевать плохо», — сказал Алекс. «Очень плохо. Надо быть полными дураками, чтобы воевать, парень». Сурокс минуту простоял, молча переваривая пацифистскую информацию, потом продолжил. «Лысый обезьяна, Алекс, права, воевать плохо. Мы не хотим воевать, но что же нам делать? Мы пришли к вам. Вы, обезьяны, виноваты перед нашим народом. Дайте нам огнеплюющие палки. Искупите вину». «Не за так. Мы принесли товары в обмен. Мы все отдадим. Плоды, ягоды, овощи, зерно. Все, что у нас есть. Попробуйте. Наши плоды вкусны, зерно наваристо, ягоды налиты соком. Это все будет ваше, и мы принесем во много раз больше. Забирайте». Абориген написал лапой круг над подстилкой с выложенной на ней снедию. «За все это мы хотим три огнеплюющих палки. Что скажете?» Алекс стянул с головы кепку и ошеломленно почесал лысину. Затем потянулся, выключил транслятор и обернулся к Моррису. «Хорошенькое дельце», — сказал он. «Этот мохнатый тот еще жег. Пристыдил нас за прошлые грехи, а теперь торгует у нас огнестрельное и набивает цену своему товару. Причем довольно толково это проделывает, я бы сказал убедительно. Ну и что будем делать?» «Постой», — Моррис вновь включил транслятор. «Огнеплюющие палки очень опасные штуки, друг мой», — принялся убеждать он. «Вы даже не представляете, насколько они опасны. Кроме того, это очень сложные в обращении вещи». «Лохматый обезьяна Моррис права», — согласился Абориген. «Огнеплюющие палки очень хороши. Я готов сбавить цену. Две палки за все. Друг мой, поймите, не в количестве дела. Давайте лучше подумаем, как мы можем помочь вам. Что мы можем сделать, чтобы избежать войны?» «Хорошо», — Абориген насупился. «Я вижу, что ты дорожишь своим товаром. Твое упорство похвально. На обезьянных ярмарках ты должно быть знатный купец. Что ж, я согласен. Одну палку за все и мою дружбу в придачу. Да поймите же». «Погоди», — Алекс поднялся, шагнул вперед. «Мы подумаем», — выпалил он. «Ответ дадим через неделю, вот тогда и приходите. И товары свои забирайте, понятно? Все, через неделю поговорим. Авось за это время вы тут друг друга не перережете». Старый Птицелов кряхтя уселся в корнях поваленного ураганом выворотня и оглядел Ходоков. «Обезьяны сильны и злобны», — напомнил Птицелов. «Не забывайте об этом». Волкодав почтительно слушал. «Старик знает, что говорит. Он пережил восемь десятков зим, но сохранила память и ясность ума». «Новые обезьяны не убивают лесовиков», — продолжил Птицелов. «Они притворяются смирными и дружелюбными. Однако кто знает, что они могут затеять? Так или иначе, огненные палки обезьян нужны нам». «Это так», — подтвердил Волкодав, и остальные Ходоки зашумели согласно. «Всякое дело нужно стараться уладить миром», — произнес Птицелов рассудительно. «Обезьяны падки до шкуры любят мясо. Предложите им честный обмен. Но если они не согласятся», — старик оглядел Ходоков. «Обезьяну тоже можно убить». «Расскажи, как ты убил обезьяну», — почтительно попросил Волкодав. Старик уселся поудобнее. «Это хорошо, что молодежь спрашивает о делах дней минувших. Кому, как не Птицелову, видевшему давние события воочию, рассказывать о них?» «То была плохая обезьяна», — начал старик. «Очень плохая, крупная и свирепая. Она охотилась без стаи, потому что была жадная и не желала делиться добычей с сородичами. И было к этой обезьяне не подойти, потому что ее охраняли два ручных волка, таких же злых, как она сама». «Ручных волков не бывает», — осторожно возразил Волкодав. «У обезьян все бывает», — рассердился старик. «То были особые волки, которые для этой обезьяны охотились. Они втроем убили много народу и на правом берегу, и на левом. Все боялись этой обезьяны и при ее приближении бежали без оглядки и прятались. И тогда мы с Полеводом...» «С Полеводом?» — удивился Волкодав. «Странное имя для лесовика». «Он не был лесовиком», — насупился старик. «Но он был отважным воином и моим другом». «Полевод метнул сдобренную ядом ехидны стрелу и убил одного волка и схватился с другим, когда тот бросился на него. И тогда я спрыгнул из ветвей широколиста обезьяни на плечи». Из селения вышли затемные и к восходу Красной Луны добрались до моста. Перекинувшись парой слов с дозорными, на посту двинулись дальше. В ночном лесу для Волкодава не было тайн. Он знал его как собственное жилище. Он видел лес, обонял его, осизал и слышал. За сто шагов по шороху определял скользнувшую под корягу змею или сиганувшую с ветви на ветвь белку. За двести по запаху чуял когтеря, девятихвосты и копьезуба. На ощупь по примятости травы высчитывал, как давно к водопою прошло стадо копытников. Реку по мелководью перешли вброд, и до стойбища обезьян добрались к рассвету. Хоронясь на опушке, до полудня наблюдали за двумя снующими по стойбищу особями. «Идем», — решил Волкодав, когда солнце перевалило через зенит. «Ничего не бойтесь», — бросил он сородичам. «Помните, что сказал Птицелов? Обезьяны злые и коварны, но их можно убить». «Так-так, мой друг», — подбодрил море с приземистого коренастого индивида, темно-серого с редкими белесыми подпалинами. «Значит, вы говорите, что плохие обезьяны ушли. И что было дальше?» История про плохих обезьян мало чем отличалась от вчерашней. Разве что рассказывала ее темно-серой лаконичнее, чем давишний рыжий. Плохие обезьяны были общей бедой. Когда они ушли, мы дали полевикам клятву мира. Однако они оказались неблагодарными. Полевики стали поднимать цены на зерно, а на мясо и шкуры сбивать. Им нет дела до того, что земля на правобережье рыхлая, сочная и плодородная, а на левобережье скудная и каменистая. Их не заботит, что лесовиков в пять, а то и в десять раз меньше, чем их, потому что лесовички не знают, как прокормить детеныша и бояться рожать. Им безразлично, что добыча уходит из наших лесов, и с каждой зимой охота становится все скуднее. Они заботятся лишь о том, чтобы набить брюхо. Они жадны, трусливы и нечисты на руку. Надуть на торгах для них привычное дело. Ясно. Аликс задумчиво поскреб лысину. Правды, как всегда, две, бросил он Морису. Бьюсь об заклад, сейчас речь зайдет о винтовках. Что тебе от нас надо? Обернулся Аликс к визитеру. Огненные палки, твердо ответил тот. Вот в этих мешках шкуры. Есть дымчатые шкуры крысюка, пятнистые древесные кошки, мохнатые шкуры когтерей, много разных шкур, очень красивых и теплых. А в тех торбах мясо, копченое, соленое, вяленое, на любой вкус. И вы желаете обменять свое добро на палки, так? Уточнил Морис. Нет, не желаем. Да ну, изумился Аликс. Мы дарим обезьянам все эти вещи, гордо ответил гость. Забирайте. Сейчас мы уйдем и вернемся на завтра. У обезьян будет время осмотреть дары и обдумать, как отблагодарить нас. Постойте, друг мой, но так же не делается, возмутился Морис. Что значит обдумать, как отблагодарить? А если мы не захотим думать? Если ваши дары, к примеру, сказать, нам не подойдут? Темно-серый сурок подобрался, распрямил плечи. Лесовиков мало, сказал он неторопливо, и Аликс вдруг уловил исходящую от аборигена угрозу. Нас намного меньше, чем жирных трусливых полевиков. Но пускай обезьяны запомнят. Каждый из нас охотник и воин. Каждый. Тебе не кажется, что это был ультиматум? Озабоченно спросил Морис, едва сурки растворились в подлеске. Какое там кажется, это именно он и был. Ну и что нам делать? Ответ с базы придет, видимо, не скоро, уныло рассудил Морис. Да и толку с него, по чести говоря. На базу радировали сразу после ухода первой делегации. Ознакомили с положением и запросили инструкций. Ответа, с учетом цветущей на базе бюрократии, следовало ждать долго. «Посоветуемся с Грантом», — решил Аликс. «Пускай покопается у себя в базе данных. А вот что-нибудь подходящее и найдет». На изучение базы данных и анализ у Гранта ушел добрый час. «Рекомендации такие, хозяин», — выдал он терпеливо дожидающемуся результатов Аликсу. «Есть два варианта. Первый. Меня необходимо перевести в активный режим. Расконсервировать корпус, смонтировать батареи, запитать сервомоторы, подключить. Что, подустал на стационаре?» — посочувствовал Аликс. «Аборигены в большом количестве могут оказаться опасны», — не оценил шутку Грант. «Если действовать по первому варианту, я бы на вашем месте поторопился, хозяин». «Хорошо, что за второй вариант?» «Второй радикальный. Демонтировать станцию, загрузиться в посадочный модуль и убраться отсюда на орбиту». «Это ты брось», — нахмурился Аликс. «Чего это на орбиту?» «Мы удерем, а лесные сурки возьмут и перережут аграриев. Или наоборот. Или они друг друга перережут. История цивилизации, хозяин. Это история войн. Позволю себе напомнить, что вмешательство категорически запрещено кодексом внеземелья». «Никто не собирается вмешиваться», — рассердился Аликс. «Мы с Моррисом головы ломаем, как предотвратить резню. А он тут заладил. Опасности, убираться, запрещено». «Виноват, хозяин. Других вариантов у меня нет». Морриса Аликс разыскал в станционной лаборатории. Сгорбившись в телескопическом кресле, тот сосредоточенно прослушивал запись бесед с аборигенами. «Поднимайся, дружище!» — нарушил уединение напарника Аликс. «Нам с тобой предстоит или перейти на военное положение, или убраться отсюда в космос». И то, и другое рекомендации нашего друга Гранта. «Гранта, Гранта», — повторил Моррис рассеянно. «А ну, прослушай-ка это место». Потом, когда плохие обезьяны ушли, полевики и лесовики стали жить в мире и прожили в мире много зим. «Ну, прослушал», — поскреплый сину Аликс. «Это тот, — говорил рыжий, — и что? Теперь это. Плохие обезьяны были общей бедой. Когда они ушли, мы дали полевикам клятву мира. Что скажешь?» «Да ничего, что тут говорить. Если честно, я уже подустал от местного фольклора. Плохая обезьяна, хорошая обезьяна, лохматая обезьяна, лысая...» «Дорогая лысая обезьяна Аликс», — Моррис поднялся. «У меня, кажется, есть идея». «Ступай отсюда», — велел на следующий день Аликс наглому темно-серому аборигену. «Большая черепаха пришла. Не до вас нам». «Лысая обезьяна лжет», — не поверил темно-серый. «Черепахи не опасны и не охотятся на обезьян». «Это особая черепаха», — объяснил Аликс. «Она охотится на всех». Абориген недоверчиво осмотрел окрестности. «Я не вижу никакой черепахи», — сообщил он. «Боюсь, что скоро увидишь». Оставив аборигена осмысливать новости, Аликс скрылся за станционной дверью. «Приступим», — бросил дожидающийся за нею Моррис. В селении готовились к войне. Полевички с восхода до заката резали прутья для стрел. С крепками сдирали кору со стволов, молодых ускалистов, превращая их в древки для копий. Полевики крепили к древкам острые наконечники, другие точили каменные топоры и ножи. Косарь сторонился односельчан и старался избегать соседей. Сородичи не попрекали косаря, но он знал, что торги сорвались по его вине. Он совершил ошибку, поспешно опуская цену. И, конечно, хитрые обезьяны смекнули, насколько полевикам необходим их товар. Теперь обезьяны будут тянуть время и ждать новых уступок. Косарь сам на их месте поступил бы так же. Беда пришла под утро. «Вставайте! Вставайте все!» — надрывался примчавшийся с юга гонец. Косарь выскочил из хижины наружу и оцепенел. С юга доносился тревожный неровный гул. Земля подрагивала под ногами. Сполохи невиданного огня неслись в небо навстречу красной луне. Из леса вынырнула стая перепуганных когтерей. Опрометью пронеслась через селение и сгинула в утренних сумерках. Промчался ошалевший от страха копьезуб. За ним другой, третий. Повизгивая, протопало и убралось на север стадо копытников. Гул приближался, вскоре он превратился в грохот, за ним в рев. «Бежим!» — истошно заорал хлебодел, и ему вторили десятки других голосов. Схватив копье, косарь помчался навстречу грохоту и реву. Пронесся через заросли ягодного кустарника, одолел редколесье, напрямик форсировал болото, взлетел на пригорок и в раз увидел взбирающегося по каменистому склону исполинского зверя. Был звере ростом с самый высоченный широколист, и был он ужасен. С чудовищными лапами, от поступи которых проседала земля, с огромной квадратной башкой и горящими на ней страшенными желтыми глазищами. Коридор из поваленных выкорчеванных деревьев за спиной зверя разрезал лес пополам. Косарь задрожал от ужаса. Ему хотелось немедленно бежать без оглядки прочь и не останавливаться, пока хватит сил. Страшно было отчаянно, смертельно, и косарь сам не знал, как заставил себя остаться на месте. Дождавшись, когда зверь приблизился на сорок шагов, он метнул копье, выдернул из колча на отравленные стрелы и одну за другой пустил их, метя в глаза. Зверь на мгновение замер и двинулся дальше. Копье и стрелы отскочили от него, как от каменной глыбы. «Панцирь!» — понял косарь, скатившись с холма. «Это чудовище еще и неуязвимо!» Зверь выбрался на вершину пригорка, огляделся и сменил направление. Теперь он двигался на северо-восток, неспешно, неторопливо. Ломая деревья, пересек ореховую рощу, топча кусты, продрался через малинник и выбрался в поле. Косарь, едва не рыдая от горя, следовал за ним. Методично вытаптывая посевы, зверь пересек поле, снес ограду молокарного загона, обрушил крыши пастушевских хижин и остановился. Пару мгновений постоял, словно в задумчивости, затем развернулся и двинулся к реке. «Вот она, черепаха!» — прохрепел старый птицелов. Три сотни воинов, скрываясь за стволами, застыли. Намертво зажав в кулаке древка копья, волкодав завороженно смотрел, как гигантская черепаха выбралась из леса и ступила на мост. «Она охотится на всех!» — вспомнил волкодав. «Лысая обезьяна не соврала, пришла большая беда!» Взревывая и раскачивая мост, черепаха двинулась к левому берегу. Одним своим видом она наводила ужас. Впервые в жизни волкодаву стало по-настоящему страшно. Внезапно из правобережного леса к мосту метнулся рослый плечистый полевик. Волкодав ахнул, выдернув из-за пояса топор, полевик принялся рубить мост у черепахи за спиной. Надрывая жилы, косарь с размаху всаживал каменное лезвие в переплетение прутев. Краем глаза он видел, как опасливо передвигается, взревывая и то и дело останавливаясь, исполинский зверь. Мост раскачивался под ним, зверь с трудом удерживал равновесие, но тем не менее настойчиво шаг за шагом двигался дальше. Косарь спешил. Размах, удар. Снова размах, еще один удар, еще. Прути были крепкими и упругими, они не поддавались. Ходуном, ходящий под ногами на стил, не давал точно примериться. И с каждым новым ударом истончались, покидали косаря силы. Вместе с ними, однако, истончался и мост. Разрубленные вязанки прутев топорщились из него лохмотьями, а целых становилось все меньше. «Ну же, давай!» — мысленно подбадривал полевика волкодав. У того явно заканчивались силы. Удары топора становились все реже, размахи короче. Черепаха приближалась. Вот уже ей осталось пятьдесят шагов до левого берега, потом сорок. «Готовьтесь!» — крикнул старый птицелов. «Готовьтесь, братья!» В этот момент правый бережный конец моста затрещал, оторвался и провалился вниз. Волкодав вымахнул из-за ствола у скалиста, метнулся и замер на краю обрыва. Мост, с уцепившимся за него чудовищем, пролетел над рекой и грянулся о левобережную скалу. Черепаха взревела! Размахивая конечностями, она обрушилась в реку, и вода в реке закипела. Волкодав, однако, на клубы пара уже не смотрел. За мгновение до того, как черепаху приложила о скалу, с перерубленного конца моста сорвалась и полетела вниз на стремнину рыжая фигура. Ломая кусты, волкодав скатился по склону, не обращая внимания на боль в избитом окамне теле, сиганул воду и погреб туда, где то появлялась над поверхностью, то исчезала под ней рыжая голова. Выплыл на стремнину, барахтаясь в пенных бурунах, докатился до рыжего, ухватил зубами за шкирку и, задыхаясь от натуги, поволок к берегу. «Жалко Гранта», — вздохнул Моррис, помогая Алексу нацепить на плечи рюкзак с транслятором. «Ничего, блоки наверняка не пострадали», — утешил Алекс. «Выводим их со дна, а новый корпус закажем на базе». «Все равно жалко». «Ладно, поторапливайся, жалельщик, а то без нас начнется». Ярмарку по поводу заключения мира решили устроить на правом берегу. Алекса с Моррисом пригласили в качестве почетных гостей и будущих мостостроителей. Починить мост они вызвались из благодарности аборигенам за умерчвление грозы обезьян, гигантской злобной черепахи. «Интересно, насколько его хватит, мира», — задумчиво пробормотал Алекс, пропуская Морриса в дверь. Моррис пожал плечами. «Как закончится, запустим новую черепаху». Алекс покивал. «Лохматый обезьяна Моррис, ты необычайно креативна. Спасибо, лысый обезьяна Алекс». На ярмарке рыжий знакомец, возглавлявший первую делегацию, попочивал напарников молоком по качеству ничуть не уступающим коровьему. Рыжий благосклонно выслушал слова благодарности и исчез. Вернулся он, ведя в поводу местное дойное животное, похожее на помесь коровы со свиньей. По словам рыжего, животное мало того, что производило ведро молока в день, но еще и было незаменимо при перевозке грузов. Для пробы Алекс навьючил на животное рюкзак с транслятором, на что оно отреагировало тонким повизгиванием, как объяснил рыжий от радости. В обмен на скотину Алекс предложил отличный полевой бинокль, но в результате последовавших ожесточенных торгов вынужден был добавить еще и флягу. Ударили по рукам, и абориген мгновенно смылся. А еще через полчаса животное взвизгнуло и издохло. Явившийся на смену рыжему наглый темно-серый сурок, тот, что возглавлял вторую делегацию, осмотрел покойницу и констатировал смерть от старости. Мой брат велел передать, напустив на себя важности, сообщил темно-серый, что теперь обезьяны с ним квиты. Морис досадливо крякнул. «Лысый обезьяна Алекс, мы с тобой настоящие болваны!» — поведал он. За что именно сквитался рыжий абориген, выяснить, впрочем, не удалось. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно» в 2024 году. Не забывайте ставить лайки и подписываться на сообщество. Спасибо за просмотр! До новых встреч! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...